всем здравствуйте сегодня в нашем видео мы будем обрабатывать платье рубашку планкой и рассмотрим как ее пришить я покажу несколько способов и очень подробно покажу тот способ который обработала планочку я значит планка пришита ну вот здесь ткань такая вот она видите вся ребит вот здесь вот наши то планочка вот она возможно вам виден шов не знаю ну я думаю что виден и вот она завернута во внутрь вот отсюда будет более наверное как бы понятно что вот идут срезы видите они внутри и сегодня мы рассмотрим как вот такую вот планочку пришить чтобы у нас получилось вот так вот внизу чтобы сразу шел подгиб низа и при этом все у нас было зашито все было закрыто сегодня мы это и разберем с вами раскладываем наши планочки и приклеиваем на ткань как вы видите я раскладывала и оставила расстояние друг от друга ну я это сделала для того чтобы потом уже работать сразу же на этих кусочках и смотрите вот идет планка вот я вам приближу эту часть вот идет закругление вот это вот часть закругления которая идет наружная до которая идет меньше это будет идти край планочки а вот это вот которая немножечко она и подлиннее идет она будет внутренняя то есть это то что мы будем соединять планочку с изделием поэтому можно как как сделать можно сделать припуск с одной с другой стороны и вырезать а потом стачать вместе с тканью а можно если вы оставите вот так вот расстояние как я поступить таким образом вот я беру сейчас и складываю ровненько вот сейчас я разровняю так чтобы у меня оставался запас вот здесь видите мы должны сделать обязательно запасик где-то один сантиметр по краю сколот булавками все это дело выложить чтобы оно было ровно 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 все и теперь мы можем сразу делать шов сразу делать шов по вот этой части эта часть которая будет выходить наружу то есть это край планочки и делать его по краю флизелина сам флизелин при этом я не буду захватывать и он не будет утолщать мою планку но тем не менее он будет ее хорошо придерживать она не будет растягиваться потому что флизелин я выкроила именно по долевой то есть там где он не тянется ну я вот так вот сейчас и сделаю скалываю булавками прокладываю шов а потом буду вырезать со второй деталью я сделаю тоже самое и при этом у меня не будет никаких таких перекосов потому что когда мы берем и вырезаем сразу я имею еду сразу вырезаем и ткань и флизелин потом наклеиваем потом это идеально ровно не получается а когда мы делаем вот таким вот образом и воротник тоже то всегда получаются хорошие ровные детали после того как мы планку стачали ее необходимо вырезать ну то есть вот она у нас вот такая вот была сейчас уже ее немножко про утюжила то есть вот вдвое сложенное вырезать для того чтобы добавить на шов и здесь добавляете на ширину вашей лапки я добавила здесь ну может быть миллиметров семь от силы затем складываем вместе перегибаем на ребро я ставлю потому что здесь не видно такая ткань если ткани у вас не такая как у меня допустим да вот я даже здесь перегибаю я честно говоря не вижу где лицо где изнанка но все так мерцает то тогда необходимо сделать таким образом чтобы вы либо на ребро вы метали чтобы шов был четко по центру либо заходил немножко на изнаночную сторону про утюжила я теперь необходимо пришивать к изделию и вот здесь вот пришивая к изделию мы можем использовать несколько методов ну давайте вот я вам покажу самый простой метод когда мы вшиваем планочку то конечно же если есть кокетка она должна быть обязательно уже выполнена вшивать можем вот таким образом то есть прикладывая ровняя все срезы сделать шов и заутюжить все планка будет готова можно вот так вот сделать можно сделать отдельно отдельно приточать один срез планки вот так вот до самого низа заутюжить срезы тогда вовнутрь они пойдут то есть они будут смотреть у нас в сторону планочки и вторая сторона заворачивается с изнанки и вот здесь идет в подгиб для того чтобы удобно сделать было подгиб и было планочка абсолютно четкая сейчас я вам покажу что мы можем сделать и так вот я складываю я буду использовать второй способ сейчас я булавочками поскалываю по длине и на ширину лапки буду делать шов и вот так вот до самого низа вот эти когда я работаю я булавками скалываю таким образом чтобы булавки смотрели вовнутрь никогда не скалывайте вот так вот я рукой веду и я себя не укалываю если вы будете делать это наоборот то вы будете себя укалывать еще задают мне вопросы какой стороной вы пришиваете планку я пришиваю на лицевую сторону беру ту сторону где наклеен флизелин если конечно ткань бывает такая что флизелин там виден виден клей и так далее конечно тогда этого делать нельзя в этом случае все нормально все хорошо поэтому я делаю таким образом приточал один край срезы заворачиваем в планку вот видите я их повернула сюда и необходимо их приутюжить и вот здесь можем рассмотреть сразу еще один способ как можно выполнить планку спрятав эти срезы оставшийся один срез можно обработать оверлоком и сверху вот так вот прикладывать сделать отделочную строчку и таким образом мы его тоже закрепим но здесь тоже мы должны с вами рассмотреть еще моменты будет ли у нас допустим воротник какая будет подгибка низа и так далее я буду делать дальше свой способ то есть сейчас я откладываю край и я вам показываю просто как сделать очень легко чтобы у вас абсолютно были одинаковые размер планки что с внутренней что с наружной стороны лицевой ищет что я сейчас буду делать смотрите ну для того чтобы сделать отделочную строчку и закладывать вот так вот два края можно либо вот таким образом сразу прометывать вот так вот идти сверху донизу но прометать мне нужно в одну пока не вместе почему не вместе потому что я буду делать обработку не за потом я вот так буду складывать вместе и закрывать вот здесь вот средства вы выворачивалась у меня и сразу шла подгибка низа поэтому сейчас мы можем сделать либо вот таким способом и заутюжить либо если ткань у меня ткань видите какая и полосочка у меня есть как ориентироваться либо сделать вот таким вот образом на ширину лапки прокладываем шов я для того чтобы вам показать не буду до конца эти затем четко по линии ну представьте что у вас нет полоски и вы прокладываете шоу вас вообще ткань однотонная теперь четко по линии шва вот так вот берем и заутюживаем и у вас будет абсолютно ровный вот такой вот шов я теперь буду прокладывать шов дальше до самого края и потом по этой линии вот так вот заутюжим и будет очень хорошо все держаться вот что у меня получилось очень легко заутюживать по шву рекомендую вам так делать и затем она нормально все выкладывается все держится все все отлично теперь что я дальше делаю по подгибки низа у меня пока срезы открыты боковые потому что здесь будут у меня идти разрезы поэтому сейчас сразу с планочкой что я делаю складываем так вот вместе друг на друга и складываю таким образом чтобы края вот смотрите у меня совпадали вот один край сюда один сюда вот я накладываю полностью по линии там где сначала определяю ширину подгиба и делаю шов вот я буду сейчас по размеченной линии проходить прохожу делаю закрепку дохожу до края и опять делаю закрепку сразу идет и подгиб выкладывается теперь выворачиваю здесь я все повырезаю просто не хочу забирать ваше время аккуратненько вот что получилось и теперь можно прометать и одним швом делать подгибку низа и сразу пройти по краю планки ну по краю планки мы можем проходить и будем проходить именно с лицевой стороны вот здесь вот буду я проходить по краю планочки но постольку у меня здесь все четко тоже загнуто то здесь тоже будет ровная прямая линия вот такой вот принцип обработки планки для платья рубашки использовала сегодня я но показала я вам можно использовать три разных способов на ваш выбор надеюсь видео было полезным для вас кому видео понравилось ставьте лайки подписывайтесь на наш канал всем пока